Всем привет, уважаемые подписчики, гости нашего канала. Сегодня мы хотели бы поговорить про дизайн-проект и обсудить многие детали. Многие из вас уже знают, те, кто не знает, это Виктория, наш дизайнер, которая воплотит ваши мечты в реальность. Вик, скажи, пожалуйста, что такое дизайн-проект и с чего он начинается? Дизайн-проект, ну, как у меня он выглядит, это у нас альбом чертежей и визуализации картинок. Чаще всего предоставляется, грубо говоря, не в печатном форме, а в электронном виде, потому что многие хранятся на электронной почте, печатаем очень редко. Дизайн-проект у меня состоит из двух частей. Это чертежи, где у нас прописана вся техническая часть, это электрика, водоснабжение, вентиляция, ну, то есть у нас это кондиционирование, отопление, освещение, где какое, как включается. А визуализация, это у нас красивая часть, то, что мы можем увидеть, не представить себя, а именно уже непосредственно увидеть в вашей квартире, в вашем доме, в вашем магазине, какие у вас будут цвета, какая цветовая гамма, какая фактура. То есть дизайн-проект это непосредственно воплощение, то, что хочется, и то, что мы можем сделать в вашем помещении. А всегда нужна визуализация интерьера? Я считаю, да, потому что у многих людей, ну, и в частности, в большинстве случаев, так бывает, что нет пространственного мышления. Чертеж у нас это плоскостная проекция, где мы видим, как, что, где стоит, но какого цвета, какого формы, какой высоты, примерно габариты, и многие этого не ощущают. А визуализация – это видно. Какая фактура будет, освещение примерно, какие светильники, какие шторы, какой цвет дивана, какая фасады, поверхности. То есть мне кажется, визуализация очень важна, и она помогает определиться, нравится, не нравится, нужно нам это или нет. Смотри, как ты считаешь, вот, бывают квартиры 30, 40, 50 квадратов, есть квартиры 17-19 квадратов, да? А вот, по твоему мнению, нужна ли вот в такой маленькой квадратуре, нужен ли дизайн-проект, или можно обойтись просто планировочным решением, которое мы делаем в подарок каждому нашему заказчику, и без планировочного решения, соответственно, мы ремонтную работу не выполняем? Ну, тут, грубо говоря, два варианта. Если заказчик знает, определился, то есть ощутил, у него картинка собралась в голове, то есть какие у него будут полы, какие у него будут стены, какое у него будет освещение, какой у него формата будет кухня, какого цвета будет диван. Если он себе это все представил, увидел, то, конечно, зачем тратить на это время, средства, когда уже у вас все готово, у вас все собрано, только вам планировка нужна, чтобы приступить к ремонту. То есть в данной ситуации это не нужно. А если человек не знает, не понимает, где, как, что будет, просто тут есть помещение, оно маленькое, и нужно сделать грамотно, гармонично, чтобы у нас все разместилось, хотя бы те же два спальных места в студии, да, это возможно, да, есть такие варианты. То есть мы делаем и шкафы-кровати, и ставим рейки, и делаем закрытые пространства. То есть мы межкомнатными перегородками, которые у нас как двери, они ограждают у нас помещение. Да, в студиях мы делаем такое. Хорошо. А как часто вообще корректируют дизайн-проекты? Можно ли вообще его корректировать? Вот это хороший вопрос. Да, конечно, можно корректировать, потому что мы знакомимся, мы изучаем друг друга, что нам нужно с заказчиком, какие у нас представления. Иногда они сходятся, иногда они не сходятся. Поэтому до трех корректировок это включено в проект. Это вполне нормально. Да, это естественно. Мы работаем, мы стремимся к совершенству, чтобы понравилось и заказчику, и прорабу, и мне. А бывает такое, что вот прям с первого раза понравилось, все договорились, друг друга поняли и больше не хотели? Да, бывает, да. Но не так часто, как хотелось бы, но бывает. Постараюсь слушать, слышать. Поняла. Смотри, а как определиться вообще со стилем? Стиль – это, мне кажется, наверное, вкусовые предпочтения каждого человека. Кому-то нравится только черное, кому-то нравится только белое. Я, конечно, стараюсь, приду дать мысли, чувства. Прислушиваюсь, да, к мнению. Это все от заказчика. А что вообще делать, если у заказчика, например, нет вкуса? Совсем нет. Ну, вкуса нет, но есть насмотренность. У нас есть интернет, у нас есть соцсети, у нас есть потрясающие шоурумы в тех же магазинах, где представлена мебель, плитка. То есть человек может насмотреться и сказать «хочу так». Ну, либо он увидел какое-то видео в интернете и присылает, и говорит «можно сделать так». А уже проанализировав видео из материалов, и то есть скажу «вот это можно здесь применить, потому что это целесообразно». А в данном месте, допустим, это будет нам мешать или как-то давить на нас. Андрей, а как ты работаешь с теми заказчиками, которые не знают, то есть вот обратились, они абсолютно не знают, что хотят, то есть нет никакого понятия, что у них там где должно быть, вообще ни в чем. Ну, есть такое, то есть я вычерчу планировку, как я это вижу. Если заказчик удаленно, то есть я записываю ему видео с подробным описанием. Я говорю «вот представьте, вы заходите, здесь у вас прихожая, обувничка, здесь у вас гардеробная часть, здесь у вас банкетка, где вы можете присесть, переобуться. Дальше мы заходим в санузел, здесь у вас будет раковина, здесь у вас полотенцесушитель, душевая кабина. Проходим на кухню и начинаем рассказывать расположение, то есть это стандартный рабочий треугольник, холодильник, раковина, плита, духовка. То есть расположение, там, поворачиваем дальше, у вас открывается спальня, вид там на горы, море. Смотри, а в чем разница между коллажом и визуализацией? Коллаж – это набор картинок, допустим, у вас формат А4, ну то есть это наш стандартный листик, и туда располагается, то есть набор картинок. Ковер, допустим, вырезанный фоном, там кровать, светильники – это как бы плоскостное больше, оно не объемное решение, это просто подбор цветовой композиции, то есть сочетается оно, не сочетается. Визуализация – это построено по вашим чертежам, по вашим размерам, высотам, ваши окна, ваши двери. То есть это объемная картинка, где больше информации и больше ощущения то, что реальности. А можно ли создать интерьер по фотографии, которая тебе понравилась в интернете, где-то еще в каких-то соцсетях? Конечно, просто я же не могу угадать мысли. Вот ко мне приходят заказчики, и у них есть уже папочка, называется, избранная, и они мне ее присылают. Допустим, здесь нравятся полы, здесь нравится ТВ-зона, здесь нравится цвет дивана. И я пытаюсь это все гармонизировать, подобрать оттенки, и то, чтобы это все сочеталось. Конечно, можно. А бывает такое, что, например, скинули там какие-то картинки, а технически это выполнить невозможно? А бывает и такое, потому что, допустим, у нас это какой-нибудь средний этаж, и либо тоже ТСЖ не разрешает делать там подиумы, есть такое, либо сносить балконные перегородки, а там такое пространство воздушное, и надо все перегородки практически снести. А у нас этого не позволит сделать ни помещение, ни управляющая компания. То есть бывает и такое. А какие тенденции в дизайне интерьере тебе сейчас наиболее интересны? Так, прям предпочтение, вот это я хочу делать, вот это не хочу делать. Такого конкретного у меня нет. Мне нравится все. Единственное, что мне нравится угадывать предпочтения заказчиков, то есть поняла я их задание или не поняла. Мне вот это нравится, когда заказчик присылает там сообщение или звонит и говорит, спасибо, нам так понравилось, это то, что мы хотели. Мне вот эти тенденции нравятся. Рудника, а как вообще дизайнер определяет, что красиво, а что нет? Какой процесс тоже? Ну, не знаю даже, как на это ответить. Это, наверное, сугубо личное дело каждого человека. Но мы стараемся, чтобы это было гармонично, это было лаконично, это было грамотно построено то же помещение, та же фактура, тот же объект. Да, он может казаться несуразным, но в процессе, когда вы уже обжились в этом интерьере, это вам понравится, это будет удобно и практично. А когда увидели это на картинке, сказали, что это. Вот иногда приходится настаивать, а иногда, да, отказываемся в сторону заказчика, потому что ему там жить. Ну, конечно, да, смотри, есть такой еще авторский надзор, называется, а у нас в дизайне. Что это вот такое, объясню. Авторский надзор – это вот у нас наш дизайн-проект, это наш альбом чертежей и визуализации, он отдается настройку. Дальше его получает прораб, и он выстраивает этапы нашего ремонта. Авторский надзор – это когда я прихожу на объект и контролирую эти этапы. То есть розетка в том месте, где на чертеже, проем у нас нужной высоты, как на чертеже, то есть перегородка у нас в том месте, то есть я контролирую размеры, техническую часть, электрику, то есть водорозетки, подключение отопления. Также отопление у нас есть обычные радиаторы, есть вертикальные, есть конвекторы. То есть это все в проекте прописывается и контролируется и прорабом, и мной. Вика, а на чем можно сэкономить? Как ты делаешь, когда делаешь дизайн-проект? Заказчики тоже хочутся вроде красиво, и сэкономить можно за материалы. Вот, кстати, нам пришла квартира на продажу. То есть они не хотят жить в ней, это не сезонная квартира, не под сдачу. Они купили квартиру, ее комплектуют и потом будут продавать. То есть в данном этапе, конечно, заказчику хочется сэкономить. Можем мы сэкономить на покрытиях. То есть взять кварцвинил, он сейчас, кстати, достаточно доступный, он намного подешевел, не за качество своего, а за количеством. Появилось много разных вариантов, следовательно, и разные сегменты. То есть кварцвинил сейчас очень доступный. Да, сейчас непопулярно. Также, да, можем сэкономить на отделке стен. То есть если у нас это стены под покраску, это практически 7 этапов. Это штукатурка, шпаклевка, затирка. А если мы поклеим обои под покраску, мы сэкономим как минимум 4 этапа. То есть от цвет стен будет тот же, фактура будет та же. Даже можно поиграть фактурами, потому что обои под покраску, есть разного вида, разные фактуры, текстуры. То есть вот можем на этих элементах сэкономить. Также можем на мебели. Есть фабричный сегмент, есть сегмент масс-маркет, есть частники. То есть вот на мебели тоже очень много экономится. В общем, на хотелках, да, заказчик может сэкономить на... Да, есть варианты, да. Да, допустим, кварц-винил и паркетная доска. Конечно, паркетная доска – это ценник. А выглядит для покупателя того же или для квартиры под сдачу, это будет примерно для него одинаково. Вик, а часто ли бывает, что, например, на картинке, да, ты заказчику преподносишь, да, и там клип, например, красиво все выглядит, а вживую, когда уже смотришь, там в магазине где-то на нее или что-то, там уже все по-какому, все отличается. Были ли такие вообще случаи? Конкретно отличается? Нет. Она может отличаться от текстуры, потому что бывает, да, та же плитка, тот же производитель, он на сайт выкладывает текстуры, они не могут быть немножко некорректны, то есть там больше белого, больше черного. А визуализация, я же там настраиваю цветокоррекцию, она может немножко оттенки отличаться. Но по факту редко такое бывает, в основном подоттенки, они либо темнее, либо светлее. А так, чтобы конкретно оно различалось, ну, такого на моей практике пока что не было. А часто бывает, например, ты создаешь проект, ты же наверняка используешь те материалы, которые есть в Сочи. Да. А если заказчику вот нравится какая-то плитка, но нет ее у нас, нет там в Москве где-нибудь, там в Больших Леруа и так далее, то были такие случаи? Были случаи, были и негативные случаи, были и позитивные. То есть негативная это транспортная компания, вы должны быть уверены, да, вы заплатите за доставку, но вы должны ее конкретно, эту плитку упаковать, то есть чуть ли не каждую плиточку, потому что они бьются. А бывает так, что заказчик сам покупает плитку, сам ее привозит. У нас был такой случай, у него большая машина грузовая, он ее загрузил и привез плитку, да, из другого города. Это вот, конечно, более разумно, потому что у нас тоже вот недавно были случаи, плитку с ДЭКом присылали нам, два раза и два раза она просто приходила битая. Да, надо именно каждую плиточку именно паковать, и за счет этого и ценник будет в доставке большая, но зато вы сохраните нужный материал. Но в основном у нас поставщики одинаковые, что с Москвой, что с Петербургом, даже из Италии нам все прекрасно привозят первыми, потому что у нас порт новороссийский, иногда мы первые получаем новинки. Таких колоссальных проблем не было. На Москве остатки, их продают остатки, а смысл нам покупать остатки? Конечно. То, что может не хватить на нашу площадь, потому что каждый мастер режет, кладет по-своему, мы не можем угадать, как пойдет процесс, поэтому надо брать с запасом. А если это остатки, то, соответственно, уже может их и не быть, и у них остатки также на складе бьются. Поэтому смысл покупать материал, который уже выведен из производства. Конечно, лучше всегда брать в наличии, с запасом, чтобы потом, как говорится, куплю платить дважды. Так, Вика, в каком виде сдается дизайн-проект? Ну да, как вы сразу и сказали. В основном это в электронной части, потому что вот у меня сколько заказчиков, у них есть облако, сервер, Яндекс.Диск, они хранят всю эту информацию там. Печатная продукция, да, бывает, просит, но чаще всего это чисто как каталог какой-то, который попользовались, и потом про него просто забывают. А в электронном формате она чаще всего и дольше хранится. А в сентябре вот красиво это дорого, красивый проект? Ну, в большинстве случаев, да, вы платите за комфорт. Красиво это комфорт. То есть, если вы хотите, чтобы было красиво и практично, то да, это не бюджетный сегмент. Ну и вопрос, который многих интересует, какая стоимость дизайн-проекта? Стоимость на данном этапе у нас 2000 за квадратный метр. Сюда входят и чертежи, и визуализация, и мой частичный авторский надзор. Я не полностью нахожусь на квартире, но если какая-то экстренная ситуация, меня вызывают рабочие, прорабы, я подъезжаю, мы ее решаем. Ну, также ты можешь закупать и мебель, и остальные, да, материалы? И материалы, и мебель, но в нашей фирме есть закупщик Михаил. Да, у нас этим занимается Михаил, если вы хотите там полный проект от начала до конца, да, то также Виктория этим занимается. Ну, мы с Михаилом сотрудничаем, я отдаю ему наш проект, он идет по магазинам и просчитывает все эти материалы. Если что-то нет, что-то закончилось, да, бывает, раскупили, либо уже другое, поставщик поменялся, тоже отказывается, бывает и такое, мы подбираем аналог, то есть Михаил покупает под моим, грубо говоря, контролем. То есть он спрашивает, это, не это, так, не так. И мы просчитываем и количество, и просматриваем качество этих материалов. Ну, что, поэтому, чтобы сделать хороший, качественный ремонт, чтобы у вас не болела голова, где что приобрести, обращайтесь в нашу компанию. Виктория вам поможет сделать дизайн-проект, очень классный, очень крутой, воплотит ваши мечты в реальность. Ну, а мы, в свою очередь, сделаем вам качественный ремонт. Обращайтесь в нашу компанию. Всего доброго. Всем пока. Пока. Пока.